Что такое идиотизм? Ой, идеализм, прошу прощения. Часто ли вы слышали, как коммунисты упрекают оппонентов в идеализме? А иногда и... Всегда. Вообще, блядь, всегда. Вообще, тупо всегда. И не только оппонентов. Так как это достаточно популярный, известный, внутрикоммунистический матюк. Из одного разряда с оппортунистами, ревизионистами, троцкотнёй и прочим. Но по науке, что такое идеализм? Как отличить его от материализма и какие у него бывают формы? Какие отличительные черты этих форм и какой самый действительный метод против крайней формы идеализма? А зачем нам метод против крайней формы идеализма? Чё, идеализм это автоматически плохо? Чё? Сразу же? Попробуем разобраться. Давай. Для начала нужно понять, в какой плоскости вообще идёт деление на материализм. А, Украина, Россия. Материалистов и идеалистов. То есть, определить всеобщее, в рамках которого и происходит деление на частное. А материализм... Что такое идеализм по науке? Да, забавно. Идеализм лишь выступает моментами этого третьего. Всеобщим тут выступает вопрос о субстанции. То есть, вопрос о том, что от чего происходит. Да. У меня сразу же возникает вопрос. Если главным является вопрос о субстанции, что из чего происходит, то какого хуя неожиданно какие-нибудь агностики, которые не отвечают на данный вопрос, или скептики, которые тоже не отвечают на данный вопрос. Приветствую, UberKiberGenius. Рад вас видеть. Так вот, почему вот эти все люди тоже называются идеалистами, когда в чат заходит какой-нибудь обосранный коммунист опять? Что чем определяется? Это противополагание названо Энгельсом основным вопросом философии. Окей. Хорошо. Хорошо. Да, правильно. Основной вопрос философии. С чего всё там это... Стоп, 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 стоп. Что на что влияет? Сознание на бытие или бытие на сознание? Агностики и скептики на эти вопросы, например, вообще не отвечают. И тут стоит заметить, основной он не потому, что только им и задавались философы, а потому, что он лежит в основании рассуждений любого философа. Нет, не обязательно. И рассуждения всяк... Ну, то есть агностик может сказать, что этого познать нельзя и начать заниматься другими вопросами, например, этикой. И не использовать этот вопрос в качестве основного вообще. Какого философа в конечном счёте будут опираться либо на материальные противоречия, либо на идеальные. Соб... Нет, не будут. Хуйня. Бред. Собственно говоря, материалисты это те, кто убеждены в первенстве материи и её проявлений. А вот формы отражения материи вторичны. Идея, сознание, дух – всё это вторичны к материальному основанию и наличествуют только в силу особой практики общества, как части материи. Иначе говоря, идея – это особа материя, возникающая в процессе преобразования мира общества. В процессе преобразования мира возникают отношения между обществом и предметом. Эти отношения кристаллизуются в умах людей в форме восприятия предмета, проявляющейся из... Так, чувак, мы про то, что такое идеализм решили поговорить, а не про то, что такое... Вот, материализм. Раза в раз... Мы хотим идеализм. Такие формы отношения мышления к предметам называются категории теории познания. Материалисты понимают их как производное от практики взаимодействия человека с миром. Но так же, как человек взаимодействует с безмолвным предметом, человек взаимодействует и с другим человеком, в рамках чего наблюдается общественное отношение. Сами общественные отношения возникают и проявляются при всяком акте взаимодействия людей. Именно производственные отношения и являются непосредственным взаимодействием с материей, дающей основания для появления иных форм отношений. Именно к этой форме человек раз за разом и возвращается, вольно или невольно, перенося формы из них, из этих отношений на другие отношения. И для материалиста важно понять, все формы общественных отношений, религия, культура, воспитание, мораль, государство, все это является зависимым, производным от производственных отношений. Именно формы в производственных отношениях являются условием для возникновения всех других форм отношений. Именно формы производственных... Прикольная теория, но подтверждения будут ее? Не, может сколько угодно утверждать, что вот это вот так вот, что все из производственных отношений возникает, но будут ли какие-то, я не знаю, там, доказательства? Я бы хотел услышать что-нибудь вроде того. ...отношений сдают вектор всем тем формам, которые возникают в человеческом обществе. Для материалиста базисом всех форм отношений будут производственные отношения. Почему так? Ответ простой. У нас на канале про это был ролик, как и был ролик про то, что вообще из себя представляют человеческие отношения. Потому не будем повторяться и отсылаем к тому ролику. И тут важно понять, что для материалиста опоры на иные производные от производственных отношений формы отношений и представляют из себя идеализм. Когда философ говорит о том, что все редуцируется к морали, государству, к культуре или к абсолютному духу, это классический идеализм. Нет ни одного философа, который говорит, что все редуцируется к морали, наверное. То есть... Еще разок. ...и представляет у себя идеализм. Когда философ говорит о том, что все редуцируется к морали государства... ...даже если к государству, к социуму. В смысле он идеализм. В смысле все редуцируется. И все не может редуцироваться в социуме, потому что даже социологи, например, или любители государства не считают, что государство есть некое архе. Некое начало абсолютное. Просто проблема может заключаться как раз в обратном. Человек. Мы можем редуцировать наше познание к нам же самим, ввиду того, что мы можем сомневаться в том, что нам дано нечто иное. Понимаете, в чем дело? Одно дело наличие неких идеальных субстанций, сущностей, то есть сущностное определение, то есть неких богов, духа, всякой метафизической хуйни разной. Вот это идеализм, да, это в принципе есть такое. Что-то противоположное материальному, то есть сверхматериальное, сверхъестественное. Это идеалистические формы философии, религии и так далее будут на этой стороне. А с другой стороны у нас как бы есть и вещи, которые не отвечают на главный вопрос философии. То есть когда человек что-то редуцирует к морали, когда человек что-то редуцирует к морали, это не значит, что он все редуцирует к морали. Из морали мир создать нельзя, банально. То есть поэтому нельзя все редуцировать к морали. Мы можем теорию познания попробовать редуцировать к морали. Ну, объективно можно попробовать. Но это не значит, что все редуцируется к морали. Вообще странная хуйня здесь. К государству, культуре или к абсолютному духу, это... Как к культуре-то все может редуцироваться. Культура где-то существует, наверное. Единственное, что культура может задавать, опять же, теории познания и трактовки материи, нематерии, еще что-нибудь. Ну, ладно. Классический идеализм. Но не только отношением к... Глубоко. Формам отношений определяется идеализм. Он куда более широк в восприятии. Для идеалиста не только отношения между людьми, но и окружающий мир могут быть предопределены тем, что для материалиста является продуктом надстройки. Что обычно представляют под идеализмом? Не все материалисты верят в продукты надстройки. Ну, очевидно, что... Вся эта хуйня свойственна только диалектическим материалистам. Более того, можно быть идеалистом и верить в продукты надстройки, надстройку, там, базис, хуязис. Ну... Вполне так себе. Почему идеалист не может это верить? А вам более того, я более наглый тезис выделю, что человек, который верит в наличие существования надстройки и базиса, в общем. Человек, который верит в существование настройки и базиса и в существование диалектики над материей, да, ну, вот описательный такой принцип изменений, который фиксируется в реальности, они в такой же степени идеалисты, как и те, кто редуцирует все к морали. А вот эти марксисты редуцируют все к диалектике неожиданно. Неожиданно. Кто мог подумать? Обычно самую простую и очевидную форму идеализма это веру в Бога. Иначе говоря, такой взгляд на мир, когда идеальное является основанием для всех процессов... Ну, цунады, насколько я понимаю, я здесь плохо разбираюсь. Прагматизм — это философское учение, которое применяется прежде всего к теории познания. То есть мы начинаем оценивать истину с точки зрения того, что нам полезно. То есть, смотрите, 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 смотрите. Вот эта вот теория, она приносит некую пользу. Ну, например, теория Бога приносит недушевное успокоение, следовательно, она полезна, следовательно, она прагматична, и следовательно, она проходит наши нормы, да, определенные. Утилитаризм — это этическая позиция. То есть прагматизм — скорее гносиологическая позиция, теория познания. Утилитаризм — скорее этическая позиция, которая пытается устанавливать мораль на базисе того, что полезно или бесполезно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот консиквенционализм... Давайте я сейчас просто прочитаю, что это такое. Я этим термином просто, в принципе, не пользуюсь. Поэтому... Не, я его слышал, но я его не употребляю практически. Так. Группа моральных теорий, где критерием нравственной оценки результата... Так, группа моральных теорий, где критерием нравственной оценки является результат поведения. Таким образом, с точки зрения консиквенционалистов, морально правым является такое действие или бездействие, которое дает хорошие результаты и последствия, включая те последствия, которые возникли в ходе достижения этих результатов. Ну, как я понимаю, утилитаризм и консиквенционализм, они тесно связаны друг с другом. Прагматизм занимается эпистемологией, а вот консиквенциализм и утилитаризм — это этические позиции. Вот в этом колоссальная разница. А утилитаризм и вот эта вот хуйня, которую вы сейчас назвали, видимо, вот они соотносятся друг с другом как вот группы, то есть консиквенциональные группы, они больше. А вот утилитаризм входит в консиквенционализм вот этот. Все. Вот и все как бы. Вот вся разница. Короче, смотрите. Прагматизм — теория познания, утилитаризм и вот это вот консиквенционализм — это уже этика. И утилитаризм является частью консиквенционализма. В общем, вы поняли, все проще, все просто. Связи установлены, я думаю, я все пояснил в данном случае. Поехали дальше. Происходящих в обществе и в целом в мире. Так, Бог для объективного идеалиста является основанием для всего в этом мире. В частности, для форм отношений. Является базисом, от которого и зависят все изменения в обществе. Иначе говоря, все от воли Божьей, а не от материального мира. И это очень удобная позиция. Ничего делать особо да и не нужно, чтобы изменить мир, чтобы улучшить свою жизнь как-то. Достаточно, чтобы Святой Дух правильно подумал, а для этого нужно правильно помолиться Богу и подождать снисхождение. Да и вообще, зачем вам... Когда о культуре речь идет, наверное, люди тоже думают, что надо взять и помолиться к культуре. Хорошая жизнь на земле – это грех. Нужно думать о царстве. Прежде чем. Тут сразу стоит заметить и определить несколько форм идеалистов. Одни идеалисты – последовательные идеалисты. Они ведут основания от абсолютного духа, от Бога и первенства определенных общественных форм, общественных отношений в обществе, собственно, а они обосновывают... Короче, вот, собственно, идеалисты. А есть еще ребята, которых марксисты называют идеалистами, но они нихуя не идеалисты, но просто, типа, они непоследовательные сейчас скажут. Им. Но есть другие идеалисты, непоследовательные, которые считают, что разные формы общественных отношений равнозначны. Либо считают, что есть какие-то иные общественные формы отношений, которые являются более базисными, чем производственные отношения. Такие идеалисты могут и не возводить свои взгляды к Богу, абсолютному духу или иным сущностям. Это философский плюрализм и агностицизм. Отсутствие редукции... Охуенно. Ну ошибку данных рассуждений я уже указал. Если мы начинаем все свои рассуждения с главного вопроса философии, и ответ на главный вопрос философии напрямую влияет на то, называть тебя идеалистом или материалистом, если уж такая дихотомия имеется, агностики как минимум сюда точно не входят. Неожиданно. Но, 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 но тут начинается очень важная тема, потому что они говорят, что это непоследовательные идеалисты. Типа они как будто бы возводят, но не возводят на самом деле, да? То есть они типа возводят, но сами об этом не знают, но вы поняли, вы поняли. И начинается теория заговора сейчас. Прикольно. ...к общему знаменателю явно указывает на эклектику и непоследовательность взглядов. А эклектика это ближайший... Плюрализм, ужас просто тоже, ужас. ...соратник философии постмодерна. Ну а... Нет, не только. Вообще эклектика всегда была. Удивительно, да, удивительно, но всегда во всей, в любой философии имеется место для эклектики. Большинство так называемых философов это философы-эклекто. Конечно, много, Джеймс. А еще человек может возводить и редуцировать все к себе. Ведь человек это мера всех вещей вообще-то. Тут получается другая крайность идеализма. А именно субъективный идеализм. И его радикальная форма селепсизм. Когда все, что есть... Окей. ...это плод моего духа. Иначе... Сознание, наверное, скорее. Ну вот. Говоря, достаточно ответить на основной вопрос философии как-то по-другому. Достаточно в основании поставить что-то не то. Как всякая сразу же конструкция сверху становится нелепым фантомом. Колоссом на глиняных ногах. Да, только проблема заключается в том, что те же агностики в основании своего агностицизма не ставят ничего. Вот хорошо мы... А почему? Почему становится колоссом на глиняных ногах? Доказательства опять не было. Нет, да, давайте в основании поставим материю, которую мы нормально не определим. Или определим через какие-нибудь абсолютные абстракции, которые ничего не значат. И тогда наш колосс будет не на глиняных ногах, а на металлических, судя по всему. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю силушка сразу наступает. Когда мы в качестве основного определения всего просто говорим материя, 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 материя. Как будто бы это что-то значит вообще в принципе. Ну да ладно. И сразу все ответы на все вопросы проясняются неожиданно. Просто говоришь слово. Материя, и ты молодец. А если говоришь не материя, ты идеалист, лох и буржуазный долбоеб и сдохни, короче, неожиданно. Браво. Причем непонятно, что такое материя. Сейчас разобрали самые такие, на самом деле, очевидные формы идеализма. Но что есть... Неожиданно идеализмом оказывается все, кроме материализма, да? Кто мог подумать? Если заменить основание в виде бога или себя любимого на основание в виде морали. Мол, все зависит от правильно воспитанного человека. Вот. В смысле, все зависит. Такой позиции не существует. Заменим всех коррупционеров на постах в правительстве. Поставим правильно воспитанных людей с правильной моралью в головах. Вот только тогда они на благо народа начнут работать. Да, и систему менять особо не нужно. Нужно просто людей, а там поменять. Все, удобно? А он сейчас еще эту хуйню будет описывать. Как идеализм, какой же ты дубой, блядь. Ладно, поехали дальше. Это классическая либерально-популистическая мантра обывателя. О том, что нужно оставить все достоинства капиталистического рыночка и социалистической социалочки. И держаться это все будет на высокодуховных личностях с глубоким внутренним миром. Атланты расправили плечи не иначе. Стоит ли вообще говорить... Охуенно, че. Говно. Здравомыслящим людям о том, что мораль легко сгибается под материальными условиями, в которые поставлен человек. Как говорится, сколько президента Украины не меняй, каждый следующий все равно хуже. Условия. И только условия в конечном счете, материальные условия определяют человека. В таком случае невозможно изменить материальные условия. У меня, кстати, вопрос возникает. Вот вы говорите, бытие определяет сознание. Да. Но если бытие определяет сознание, значит сознание не может определять бытие. Ну, нет, на самом деле может. В принципе, мы можем составить более сложную дихотомию. Бытие, оно пусть и первично, но оно определяет сознание. Но при этом и сознание может определять бытие, потому что сознание может формировать определенные социальные условия, среду, какие-нибудь там классы целые, еще что-нибудь. Буквально от сознания одного человека может появиться целый новый класс людей, целая новая группа людей, в общем-то. Буквально он может придумать, что такая группа существует, и группа это согласится существовать по его правилам. То есть, если бытие определяет сознание, соответственно, никакая революция по воле человека наступить не может. То, что бытие определяет, когда должна наступить революция. Значит, никакое отдельное сознание не должно заниматься вопросами революции, там, желать этой революции, хотеть, всеми силами пытаться ее привести в действие. Потому что революция сама рано или поздно наступит под воздействием этого самого бытия, которое определит уже потом сознание людей. А вот сейчас сознание людей, очевидно, не готово. Так почему же некоторые марксисты хотят вдруг внезапно совершить революцию, хотят ускорить пришествие коммунизма и так далее, так далее, так далее. Сознание людей все еще не готово, и люди это признают по большей части. Не готовы они к взрывам, к убийствам, к расстрелам. Рановато, рановато. Так как же так-то? Тут либо, понимаете, бытие определяет сознание, но тогда мир полностью детерминирован, и тогда все ваши воли и заявления не имеют никакого смысла. Но если бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие взаимно, да, они взаимно друг друга определяют, тогда, в принципе, получается более сложная система, которая, ну, более правдоподобной, что ли, смотрится. Ну, потому что имеется такое представление, что, ну, например, возьмем научное представление, наука, да. Вот у нас появляется материальный базис, какая-то материальная хуйня, короче, какое-то животное. Причем это животное очень крутое. И у этого животного в сознании возникает определенное желание, например, сожрать всех в лесу. У него есть материальная возможность это сделать. При этом у него есть две возможности, не жрать всех в лесу, и сожрать всех в лесу. И буквально от его решения, этого могущественного животного, которое находится на вершине пищевой цепочки, будет буквально зависеть судьба леса, например. Или нет. Или нет. Или его уже определило бытие, соответственно. И он не может никаких решений принимать. Ну, ладно, животное. Окей, плевать на животных. Может быть, животные полностью определены бытием. Но люди-то вроде нет. Ну, вроде бы я могу принимать решение. Вроде бы я могу делать свой выбор. Вроде бы я могу взять автомат, а могу не взять автомат. Могу убить там кучу народа из автомата в революции, что мы, кстати, не одобряем. Либо не убить. И от моего выбора, когда у меня в руках автомат, тоже многое может зависеть. По крайней мере, жизни огромного количества людей. Ну, большого достаточно. Интересно. Кто же кого определяет? Материальные условия. Без изменения общественного бытия. Сколько бы высокоморальных людей не было. Общественное бытие, что это такое? Блядь, ну ладно, марксисты, понял. Все, 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 все. Общественное, блядь, бытие. Хорошо. А какая материя общественного бытия? Что, атомы? Может быть, там, кванты? Из чего состоит общественное бытие? То есть, смотрите, смотрите, да? Главный вопрос философии. Все определяется через субстанцию. Либо материя является фундаментом, либо, собственно, какая-то идеальная сущность. Одно из двух. Одно из двух. Либо материя, либо идеальная сущность. Как, блядь, возможно общественное бытие? Где я потрогаю общественное бытие? Как к нему прикоснуться? Как пощупать общественное бытие? Расскажите мне. А, блядь. Вот сейчас этот ебаный, обосранный марксистский идеалист фиксирует наличие несуществующей в мире хуйни. Абстракции, с помощью которой мы обычно описываем мир просто, да? С помощью которой просто удобно описывать мир. Это пустая абстракция, в которой нет ничего материального. Вообще ничегошеньки. Никакого общественного бытия не существует. Нет, никакого общества... Нет, Цунады, стоп, смотрите. Вопрос, в данном случае, эта претензия имеет максимальный смысл, когда речь идет о марксизме. Потому что было задано определение. Разница между материализмом и разница между идеализмом заключается в субстанции. Субстанция, да? Субстанция, собственно, ну вот, вот из чего все состоит, соответственно. Вот что, что является главным фундирующим своего началом всего? Бог? Хуёх? Духи? Шлюхи? Абстракции какие-то? Математические числа? Или материя? Захватили эту хуйню, да? Дальше идет социальное бытие. И определяет сознание. Но социальное бытие, оно не состоит, блядь, из ебаных атомов, квантов, хуянтов, атлантов, блядь. Оно в сознании находится. Но если оно не находится в сознании, у него нет нигде больше бытия, по сути. Общественное бытие это абстракция, которую просто люди между собой разделяют. Ну, либо между нами находятся, блядь, материальные волны и силы социальных взаимодействий на базе материального основания. Да, блядь, вы представляете себе? Ну, эту хуйню вы хуй фальсифицируете, во-первых. А во-вторых, это кринж какой-то, блядь. Энергетическое поле социального взаимодействия. Вот в таком смысле, только если мы можем сказать, что вот есть какое-то социальное материальное бытие. Только что я доказал, что все марксисты идеалисты, по их же собственному критерию, кстати. Поехали дальше. Победа. Ну что, бывает. Он будет поставлен в условия, где все другие... Так у них и понятие социальная материя есть, блядь. Ну ладно, пиздец там может быть какой-то. Ну, просто есть еще возможность, что материалисты понимают под словом материя не то, что понимают под ней здоровые люди. Ха-ха-ха-ха, блядь. Поэтому здесь вообще все теряет смысл в таком случае. Просто понятие социальная... Социальная материя это кринж. Ну, можно попробовать объяснить через торсионные волны, ноосферу, блядь, но... Это пиздец как выглядит хуёво. Далеко не самые моральные люди. Заменить всех сразу на правильных и честных. Вы сами-то в это верите. То есть вы действительно считаете, что в системе, где все устроено так, что больше возможностей имеют тот, у кого больше денег, возможно без влияния олигархов заменить всех чиновников. Да? Рили? Ну, нужно... Блядь, это напрямую влияет на главный вопрос философии. Кого мы куда где заменять будем. Ой, блядь. Процесс с неправильными людьми. Желая заменить их на правильных. Это такой же идеализм, как вера в Бога. Это борьба... То есть они просто называют материей какие-то идеальные сущности, которые все люди считают идеальными сущностями. То есть буквально, блядь, эти марксисты обвиняют в идеализме тех людей, которые действуют по той же стратегии в определении того, что такое социально. Пиздец, блядь. С насморком, а не с гриппом. Борьба с проявлениями, а не с причинами. Это инфантильный подход. Он не мыслит дальше одного логического шага. Сам человек... А надо два. С его моралью это продукт того общества, в котором он живет. А общество? Из какой материи состоит? Из чего состоят общественные связи? Из какой материи состоят общественные связи? Расскажите, пожалуйста. Из тех условий, в которых он воспитывается. А условия из какой материи состоят? Пожалуйста, расскажите мне. И чтобы получить высокоморального человека, нужно менять прежде всего условия... А как можно изменить условия, если бытие определяет сознание? Все детерминированно, короче, соответственно. Вот у вас бытие, и вы в этом бытие зарождаетесь, и эти условия неизменяемы становятся, скорее всего. Ну или общество само по себе меняется вне зависимости от воли отдельных людей. Поэтому мы не можем просто так взять группу ёбаных марксистов. И эта группа ёбаных марксистов не может просто так взять и изменить мир. Пока не назреют определенные противоречия, пока там закон, блядь, не знаю, как это вся хуйня называется, борьбы противоположностей не дойдет до того момента, что мы, в общем-то, да, дозреем до революции, до изменений нашей среды, там, и так далее, и так далее, и так далее. В которых этот человек воспитывается менять вполне определенные общественные отношения. А кто менять будет? Мы еще не созрели, у нас бытие не то. Пошел нахуй отсюда. Пошел нахуй отсюда, марксист, ты родился слишком рано, иди нахуй. Производственные отношения. Именно от них и зависят условия воспитания человека. А кто будет менять производственные отношения? Ну то есть ты говоришь, что надо изменять общественные отношения. Вот ты сознание или не сознание? А если ты изменишь общественные отношения, то ты повлияешь на бытие? То есть может ли сознание повлиять на бытие вопрос тогда? Вот ты пришел, ты поменял общественные отношения, ну с другими друзьями, с другими сознаниями. Сразу несколько сознаний пришли, подключились и начали менять непосредственно бытие. Такое возможно? Интересно. То, насколько у него будет легким доступ к витальным благам, медицине, образованию и прочим благам, условием является и то, насколько этот человек в обществе будет нужен. В обществе с рыночной экономикой есть четкая градация между людьми, есть объективные процентные соотношения между этими стратами. Не будет так, что все будут богатыми, должны быть и бедные. А могут ли бедные позволить себе высокую мораль? Конечно могут, но только одним способом. Религии. Ну а если мы в основу всего ставим... Охуенно, да. Религии, только религии. Охуеть. Эх, тупый респект. Да, именно только религии высокую мораль может заслужить, если ты бедный. А если ты богатый, я не знаю. Ну правильно, бытие должно измениться само по себе. Ну пусть меняется. Ребят, подождите. Не торопитесь менять. Максим пишет. Если у тебя появилась мысль о смене производственных отношений, значит бытие уже сложилось так, что у тебя сознание пошло по этому пути, а значит можно и действовать, наверное, как-то так. Ну только если так. Государство. Вот скажем. Ну а как сознание будет менять бытие в любом случае, да? Если бытие сложило наше сознание, но тогда сознание должно делать новую среду тогда, создавать и влиять на бытие, но тогда получается какое-то противоречие ебучее. Блин. Блин, да. Тяжело. ...что государство виноваты во всех наших бедах. Вот уничтожим его, и тогда заживем. Вот жили же наши предки, и не тужили. Наматывали ежа на палку, пили чистую родниковую воду, и вообще жили по сто лет. Это Тейси Анархопримитивистов. Светов Анархокапиталист. Он за то, чтобы у каждой общины было по своей ядерной бомбе. Вообще-то. Он не про ежей. Нет. Он про что-то более хуёвое. Он про то, что у каждой ёбаной общины будет своя ёбаная ядерная бомба. Ну, насколько это вообще возможно содержать, конечно, скорее всего, невозможно содержать у каждой общины ядерную бомбу, наверное, слишком трудно, но... Он про это. Но если возможно, это куда более пиздецово. И опять-таки идеализм. Опять общественное понятие. По сути, норму, идею ставят в основании общества. Не понимая, что этот инструмент, институт, государство, сложился не вопреки обществу, а для решения вполне объективных процессов в обществе, классовых процессов. Государство — это инструмент классовой диктатуры. И до тех пор, пока будут... А классы из какой материи состоят? ...будут разные классы в производстве, в производственных отношениях, будут различные интересы в отношении итогового продукта. А до тех пор, пока будут разные интересы, будут и конфликты интересов. А значит, будет и государство как инструмент подавления одного класса другим. Поэтому призы... Все просто. ...как мнение государства без уничтожения... Ну, ничего не будет, все надо, если общины не смогут обслуживать ядерные бомбы, ну, они просто станут небоеспособными, эти ядерные бомбы. Это как раз хорошо будет, если общины не смогут обслуживать ядерные бомбы. Проблема будет в том, если они смогут, блядь, обслуживать ядерные бомбы. Просто некоторые общины могут быть, прямо скажем, ну, немножко ебнутые, например. А с наличием ядерной бомбы у каждой вообще все, что угодно может произойти. Вот представьте себе какая-нибудь община ваххабитов или община, не знаю, любой радикальной исламской организации, которая, да, да, мир, короче, мир, не агрессия, не бить никого, бомба ядерная, да, конечно, не бить, Аллаху Акбар, не, вообще не бить, слушай, Светов, ну, слушай, ну мамой клянусь, блядь, ну я не разъебу твою общину, ну, короче, ну вас, ну что ты, ну, блядь, тупой что ли, ну давай ядерный бомба нам, мы, короче, тут просто, ну, блядь, тоже принцип не агрессии хотим, а потом, блядь, хуйнут по всем общинам соседним, а по тем, которым не хуйнут, будут им угрожать. И завоюют постепенно. Ну, как-то так. Здрасте, общины. Ну, с ядерными бомбами. Отложение классов, точно такой же идеализм, как и вера в Бога, только тут это вера в то, что все противоречия в обществе существуют из-за вертикали власти. Что же говорить о таком основании, как культура? Ведь есть нации с правильной культурой, а... Культура не является онтологическим основанием, ты перебутал главный вопрос философии с какой-то хуйней. Есть с неправильной культурой. Всех неправильных нужно депортировать. Есть слышны такие призывы, мы ни к чему не призываем. Или есть призывы к тому, что таких вообще нужно сжигать. Не одобряем. Мол, все просто. Нужно солидаризировать все слои населения. Я, кстати, не удивлюсь, если какой-нибудь там рандомный Порошенко, Хуешенко или Дробошенко, неважно кто, да? Они по онтологическим взглядам скорее там сиентисты, материалисты, такая-то конечка-то еще хуйня там у них будет во взглядах. Такая материалистическая. Причем... Причем более каноническая материалистическая хуйня, чем у марксистов. Прям вот просто материализм так материализм. Просто материя, никакой диалектики, никаких обществ обосранных, ничего такого. Ну, вот в онтологическом смысле прямо. И нормально будет у них все это работать. Все классы, сплотить их вокруг общего. Сплотить их вокруг нашей нации. Бороться за идею нации, за нашу державу, за стародавнюю культуру, за мову, традиции. То сильную, то незалежную. Проще говоря, в основании ставится нация, культура, традиции. Стой ли вообще говорить, что культура это продукт общественных отношений? Общественные отношения материально? Из какой материи они состоят? Что традиции это результат практик в материальной сфере. Результат практик в материальной сфере. Окей. Окей. Это вообще конструкты из 19 века. Зачем нам заниматься практикой? Давайте так, да, материальные отношения. Окей. Отношений, конечно, не существует, но допустим, что допустим, добыча нефти. Добыча нефти это очень важно, да, действительно очень важно. Но для того, чтобы появилась добыча нефти, необходимо, чтобы люди каким-то образом объединились, чтобы эту нефть добывать непосредственно. А зачем им ее добывать? По какому принципу они должны ее добывать? Почему культура здесь не первичные добычи какой-нибудь газа? Почему культура не первичные практики в данном случае? Непонятно. И все-таки почти все развитые серьезные ремесла появлялись уже при наличии какой-то более-менее приемлемой культуры. Ну, то есть каких-нибудь приемлемых верований, мифологий и так далее, так далее, так далее. Автор, конечно, может сказать о том, что какие-нибудь первые люди брали инструменты и начинали там колотить ими какие-то хуйни без культуры. Но хуй его знает, потому что мы в тех же пещерах находим рисунки, с одной стороны. А с другой стороны, мы не знаем, как там у них все это происходило. Был ли им заранее дан язык, например, могли ли они заранее каким-то образом друг с другом взаимодействовать культурно. И взаимодействовали ли они вообще. Даже если могли, они могли бы не взаимодействовать. То есть если у них есть потенция взаимодействовать, не значит, что они ее реализовали. То есть да, мы можем, конечно, взять и отослать вот эту проблему курицы и яйца, условно. Это реально проблема курицы и яйца. А что первично в данном случае? К далекой, 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 мало, 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 мало изученной первобытности, но, ну, сорян, я ничего про эти времена, например, говорить бы не стал. Да, и сами последователи такого подхода не стесняются называть себя идеалистами, ибо борются за великую, как они думают, идею, и весьма часто вместе с этим параллельно или ставят в церкви свечки, или поклоняются деревянным членам на капищах. И суммируя все ранее сказанное, стоит отметить, что идеализм – это не только лишь вера в Бога или солипсизм, это прежде всего возведение отношений и надстройки в базис общества, или отказ от принципа базиса надстройки как таковых – релятивизм. Стоит ли марксисту, диаматчику бороться с идеализмом? Да, стоит. Именно идеализм в самых разных его проявлениях и служит опорой эксплуататорских систем. Именно через идеализацию, а никак не через материализм, и происходит реальное одурачивание Ивашек. А на сегодня все. Так а почему идеализм – это одурачивание Ивашек? Ну то есть он просто провел разделение на материализм и идеализм, и сказал, что идеализм – это плохо. Все, по дефолту. Доказано, что идеализм? Хуйня, значит, автоматически. Спору нет, спору нет, хуйня, типа, все. Вот философы сидят такие. Блять, я идеалист. Значит, я хуйня. Ужас какой, да? Вот сидит такой Кант – я транседентальный идеалист. Это он буквально написал – хуйня, хуйня, я хуйня, я хуйня, я хуйня, короче, неожиданно. Сознайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи! Нет, пожалуй. Не хотелось бы делиться говном в соцсетях, прошу прощения. Было бы неплохо, если бы марксисты из своей секты вышли и начали бы спорить с людьми нормально. У них реально очень сектантский подход, к сожалению, и это очень плохо на них сказывается, по большей части. Марксисты абсолютно игнорируют позиции других мыслителей, хотя могли бы и учитывать. Не особо как-то задевая основную свою идею, понимаете, в чем дело. А вместо того, чтобы изучать чужие позиции, чужую критику, они просто нахуй всех шлют и несут свою лабуду на протяжении уже огромного количества лет. Начиная с полоумного Энгельса и полоумного Маркса. Ну, полоумные, потому что они не все знали. Мы все полоумные в этом смысле. Ну, а они взяли, засели в секту и повторяют одни и те же формулировки уже более ста лет. Зачем? Кому это надо? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok